Всем привет! В данном видео мы будем подключать IP камеру к компьютеру. У нас такая IP камера фирмы IPtronic. Давайте вскроем ее. К IP камере идет диск с программным обеспечением, которое поможет просматривать и записывать изображение с IP камеры на компьютер. Руководство по настройке. Наклейка трафарет для крепления. Крепеж, защитный колпачок для коннектора и сама камера. Вот такая камера с ЭК подсветкой. Все крепления регулируются шестигранником. Вот такие вот разъемы подключения для RG45 коннектора и для питания. Для подключения IP камеры нам понадобится сетевой кабель. Вариант обжимки сетевого кабеля зависит от того, куда мы будем подключать IP камеру. Непосредственно в сам компьютер либо в коммутатор или маршрутизатор. Далее нам необходимо питание. Можно использовать различные блоки питания. Например, универсальный блок питания силой тока 12 вольт, силой тока 1 ампер. Точные характеристики должны быть указаны либо в руководстве, либо в копейкамере. В данном случае они указаны на коробке. Это 12 вольт, 800 миллиампер. Я, в свою очередь, использую компьютерный блок питания. Он у меня переоборудован под тестовый блок. То есть я с него взял желтый провод, это линия 12 вольт и черный, это минус. Также существует еще один вариант подключения, при котором питание можно подать по витой паре. Сейчас я вам покажу данный способ. Мы сейчас обожмем витую пару без использования дополнительного оборудования. Например, вот как поя инжектор или поя сплиттер. Дело в том, что при подключении IP-камеры витой паре используются не все жилы. Используется только оранжевая пара и зеленая, то есть четыре жилы. Это оранжевый и бело-оранжевый, и зеленый и бело-зеленый. Коричневая пара и синяя не используются, поэтому мы можем по ним подать питание 12 вольт. То есть мы выделяем из кабеля синюю пару и коричневую, а остальные жилы, которые используются, мы заправляем обратно в кабель. Таким вот образом. Дальше мы ставим коннектор. Данный кабель мы обжимаем аналогичным способом, как и простую витую пару, но при этом мы исключаем из коннектора синий-бело-синий и коричневый-бело-коричневый провод, как показано на данной схеме. Вот эта схема для прямого обжима, то есть подключения API-камеры к сетевому устройству, типа роутеру или коммутатору. Данная схема показывает, как обжимать кабель при прямом подключении к компьютеру, то есть по схеме CROSS. Итак, я обжал данный кабель, установил разъемы питания. Обжал я по схеме CROSS, так как мы сегодня будем подключать напрямую к компьютеру питание. Я использовал синюю пару для плюса, коричневую для минуса. Так, установил разъемы питания мама-папа. Итак, давайте попробуем подключить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... итак после того как мы все подключили включаем питание итак чтобы проверить если питание на камере можно закрыть датчик света и посмотреть как загорается и к подсветка не знаю вида на камеру нет можно выключить свет видимо к подсветку далее нам нужно выполнить настройки сети для подключения ip камеры для этого заходим в панель управления центр управления сетями общим доступом изменение параметра адаптера свойства tcp ip свойства и далее нам нужно вручную прописать ip адрес обычно ip адрес камеры по умолчанию указывается на упаковке либо в инструкции в данном случае у нас ip адрес 192.168.1.168 соответственно на компьютере в настройках адаптера нам нужно выставить вручную ip адрес по соответствующей маске подсети то есть к примеру 192.168.1.167 и так жмем окей закрыть настройки сети выполнены для просмотра и записи изображения с ip камеры обязательно должны быть включены элементы актив x чтобы их включить заходим в панель управления выбираем свойства браузера переходим на вкладку безопасность жмем кнопку другой далее в этом окне мы ищем все что связано с актив x это обычно внизу нас интересуют вот эти пункты автоматический запрос элементов управления актив x жмем включить фильтрация актив x также включить далее разрешать использовать актив x без запроса жмем включить но это опять же функция не обязательно на некоторых моделях ip камер далее скачивание неподписанных элементов актив x ставим так предлагать и скачивание подписанных элементов актив x также предлагать жмем окей да применить теперь запускаем браузер итак когда мы вновь запустили браузер попадаем по айпи адресу на нашу камеру кнопкой скачать скачиваем плагин необходимый для просмотра изображения запускаем его установку так жмем далее далее установить происходит установка далее нам требуется перезапустить браузер итак запускаем браузер попадаем на веб-интерфейс айпи камеры вводим по умолчанию логин и пароль и вот мы собственно наблюдаем изображение с нашей айпи камеры для записи изображения на компьютер используется программа которая входит в комплект к пи камере и находится на диске на этом все всем спасибо